здравствуйте сегодня я покажу как выполняется окраска методом плавного перехода с использованием лака cc 6500 high performance walk clear также вы увидите как устранять возможные дефекты и производить полировку большая часть процесса подготовки автомобиля уже выполнена что касается стойки здесь возможно несколько вариантов я могу полностью зашлифовать ее и нанести лак на всю деталь но тогда процесс размывки перехода по лаку вы не увидите при стандартном ремонте я бы отшлифовал эту зону и выполнил плавный переход лака на отшлифованной поверхности чтобы подстраховать себя при полировке зоны перехода после завершения ремонта процесс подготовки поверхности под переход с этим лаком слегка отличается от стандартного сначала я очищу и обезжирю поверхность отполирую ее затем следует повторная очистка и легкая шлифовка после того как автомобиль заехал в камеру необходимо провести финальное обезжиривание ремонтного участка граница отшлифованного участка сейчас отчетливо видна мне нужно дополнительно обработать эту границу чтобы переход из отшлифованной поверхности в отполированную был плавным и незаметным базовое покрытие нанесено переходим к лаку но сначала я подробно расскажу как наносить лак при окраске методом плавного перехода этот лак наносится в два слоя я нанесу первый слой лака до зашлифованного абразивом p3000 участка я отметил это место синей стрелкой далее следует межслойная выдержка затем я отверну временную маскировку которую я закрепил здесь для защиты остальной поверхности от перепыла второй слой я нанесу до красной стрелки на тонко зашлифованном участке затем я размою кромку ремонтного лака на отполированном участке с помощью растворителя для переходов а Как вы заметили, я наносил лак до синей стрелки на сниженном давлении, чтобы снизить переплыл до минимума. Что касается растворителя для переходов, у вас есть выбор. Можно заправить растворитель в пистолет, можно использовать аэрозольный баллончик. Для размыва границы перехода я предпочитаю мини-джет, но можно использовать и пистолет стандартного размера. В любом случае, необходимо уменьшить факел и снизить давление, чтобы избежать перепыла. Помните, не рекомендуется смешивать лак с растворителем для переходов. Прежде чем я сниму маскировку, я хочу вам показать один небольшой дефект. Правда, результат получился настолько хорошим, что я не уверен, что вы сможете разглядеть этот дефект. Вот здесь нужно немного отполировать. В таком случае очень важно дать побольше времени на сушку лака или использовать инфракрасную сушку, затем дать поверхности остыть и только после этого полировать. Автомобиль остыл, можно приступать к полировке. Как я уже говорил, полировки требуют лишь очень небольшой участок поверхности. Если немного выступает структура или есть видимые соринки, их можно сошлифовать абразивом P3000, а затем отполировать. В таком случае вы не рискуете пробить лак на кромке детали. Когда вы полируете, важно двигаться в направлении вращения полировальника, это помогает снизить риск прошлифовки лака. В начале этого фильма я говорил, что покажу вам, как устранять дефекты и производить полировку. Вот небольшой дефект, я аккуратно срежу его и отполирую поверхность. Дефект устранен, полировка завершена. Помните, что в ускоренной версии лака он предназначен для быстрого или экспресс-ремонта. Чем скорее вы приступите к полировке, тем лучше. Не затягивайте с полировкой. Я хочу напомнить вам о том, что этот растворитель для переходов и данный ремонтный процесс также подходит для лака Кромакс Ультра Перформанс Энерджи Клир. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok